Вы видите, как усугубляется финансо-экономический кризис в целом стране. Конечно, его спровоцировал не очередной вирус, спровоцировала политика, которую глобалисты проводили все последние годы, пытаясь залатать все дыры американским долларом и навязать свой курс финансо-экономического развития грабительский, спекулятивный, абсолютно нечестный. Но вот на фоне этой болезни видна эффективность системы. В Китае вчера заболело 36 человек, а в Италии, в которой 60 миллионов населения, заболело более полутора тысяч. Это совершенно очевидно, что они работают с системой. Я полагал, что Европейский Союз хоть тут проявит какую-то солидарность. Ни одного евро, ни одной повязки, ни одного врача. Врачи и специалисты в Италию едут из Китая для того, чтобы спасать эту уникальную и исторически, и культурно очень развитую страну. Сама капиталистическая и глобалистская система сегодня терпит сокрушительные поражения. Я уверен, что в мире рождаются новые отношения. Эти отношения солидарности и справедливости, которые показывала советская страна, проявятся в полной мере. Китайская компартия, следуя уникальным опыту ленинско-сталинской модернизации, не только в экономике показала, что она является ведущей державой мира, но и в борьбе с любыми болезнями и социальными невзгодами. Проявила волю, организованность, характер и уверенно побеждает эту болезнь. Более того, вчера, включая СНН, почти два часа рассказывают об опыте Китая, каким образом, что надо сделать. Там тоже началась паника. Паника никогда ничему не помогала и не может помочь. Здесь всегда способствовали воля политическая, умные решения и умение отмобилизовать все слои общества на борьбу с самыми сложными проблемами. Советская страна под руководством Ленина первое, что сделала, создала наркомат здравоохранения и включилась в энергичную борьбу со всеми болезнями. Слово сказать, испанка была одной из очень важных причин завершения и Первой мировой войны. Советская страна создала лучшую санитарно-эпидемиологическую службу в мире. Победили самые тяжелые болезни – чуму, холеру, оспу и многие другие. У нас были тяжелейшие болезни специфические для Средней Азии. С ними справили. Для Бурятии и Крайнего Севера тоже справили. Но самое удивительное – наша служба медицинская произвела потрясающие результаты в ходе Великой Отечественной войны. В Красной Армии не было эпидемий, не было вшей. Санитарные службы работали блестящие, как часы. После того, как порушили все завоевания Великого Октября, предав страну и строивший хвост дяде Сэму, все и посыпалось. Я принимаю, который поток уже детей из Донбасса. Приходят врачи и сестры. Я говорю, а где маски? Оказывается, невозможно ни в Москве, ни в Московской области для врача в магазине купить маску. Я говорю, как же так? Два месяца орали, шумели, кричали. И масок не сумели нашить. Пришлось обращаться к себе на родину. У нас там давно колония освоила шитье этих масок. Я привез им дополнительные несколько соцмастеров, для того, чтобы уберечь детей, которые приехали к нам, для того, чтобы почувствовать нашу дружбу, преданность и надежность. Мы всегда помогали Донбассу и будем помогать. Большая беда будет в Восточной Европе и на Украине. Почти миллионы из одной только Италии рванули на родину. Им сейчас уже перекрыли все дороги, и они пешим ходом через Польшу возвращаются в страну, в которой нет никакой нормальной власти и никакой элементарной защиты. Сейчас принимает наше правительство какие-то меры. Но первая мера, которую надо принимать, это уникальное, уважительное отношение к советскому опыту, советской истории, советской победе. Ибо победила советская цивилизация в Великой Отечественной войне. Тогда мы справимся с любыми напостями и болезнями. К сожалению, углубляется раскол. Те 15 поправок, которые мы предложили, Единая Россия не желает рассматривать. Они включают в себя главное – национализацию минеральной сырьевой базы, которая будет служить и работать на каждого человека. Возвращение к нормальному пенсионному возрасту – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а в принципе надо снижать. Оказание помощи детям войны и старикам, которые в этих условиях очень плохо себя чувствуют, у них нет денег ни на нормальную еду, ни на лекарства. Все сделали для того, чтобы поддержать детей, а они сегодня брошены на произвол судьбы, не занимаются нормальным воспитанием. Все медицинское обслуживание, начиная от детских кухонь и детских врачей, почти полностью порушено. Его надо восстанавливать и принимать необходимые меры. Надо рассматривать наш бюджет развития – 33 триллиона и целый ряд конкретных мер и программ, которые подготовила наша партия. Вот только что мы завершили большой форум у меня на Орловщине. Кроме крика со стороны власти московской, ничего не было. Мы подготовили реальную программу. Выступили крупнейшие директора ведущих заводов и фабрик, выступили руководители успешных коллективов предприятий, народных предприятий. Вместо того, чтобы взять опыт народных предприятий, у которых и медслужба работает, и зарплата приличная, и санитария великолепная, и уход за животными, и все остальное. Продолжает эта власть долбать у нас совхоз имени Ленина. Сегодня встречались тут, на ближайшие дни суд намечен. Передайте всем судьям и Лебедю, к нему есть прямое обращение. Там есть его заместитель, который продолжает это насилие и грубейшее нарушение всего на свете. Продолжают нападки на Звениговское объединение, лучшие в стране, давшие лучшие результаты. Производили продукции мирового качества на 18 миллиардов, больше миллиарда налогов на платить. Не заплатили. Это все связано, прежде всего, абсолютно бездарной политикой тех, кто душит все на свете. Я посмотрел эфиры, даже ведущие каналы, ни одного слова не умудрились сказать. Там, где выработана стройная программа поддержки людей на земле, которые соответствуют государственному совету и решениям, проведенным публикой, Путиным, где рекомендуются лучшие рецепты для вывода страны из кризиса. На мой взгляд, у нас пятая колонна разбушевалась, прежде всего, в эфире. Она ничего не делает для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Где вы видели, что вы боролись с кризисом, боролись с эпидемией, растопырку? Невозможно это делать. Вместо того, чтобы консолидировать общество, пытаются пропихивать свои поправки, не сообразуясь ни с чем. Зачем мы тогда работали в комиссии, внеся 108 поправок? Зачем мы обнародовали 15 главных, которые требуют населения принять? Их можно принять завтра проектным законом. Коломейцев и наша команда их давно внесли. То есть надо настроиться на нормальную, конструктивную работу. Ну и что касается в целом личной гигиены и заботы о людях, она начинается с уважительного отношения профессии медсестры и врача, с их отличной зарплатой, самочувствием, с поддержкой. И, наконец, вот сообразили хоть немножко подбросить, хотя давно мы требовали принять решение о минимальной зарплате, минимум 25 тысяч, это касается и прожиточного минимума. Мы считаем, что сегодня назрело очень ряд важных решений. Прежде всего, обновление и изменение курса. Я надеюсь, что президент услышит наше предложение и познакомится с рекомендацией, которые высказаны и на Орловском форуме. Мы в ближайшее время опубликуем материал против мифов, злобных, связанных с клеветой на нашу победу советский народ и отцов победителей командиров. Какие бы передачи сегодня не выходили, там нет великих полководств ни Жукова, ни Рокоссовского, ни Конева, ни Василевского. Там показывают без конца одних и тех же мерзавцев. Там нет уникальной системы воспитания и образования, которая подготовила самых храбрых и талантливых солдат и командиров. Там нет уникального опыта народно-хозяйственного комплекса и ленинско-сталинской модернизации, которая создала лучшие танки, лучшие «катюши», лучшие артиллерийские системы. Я когда гостей на Орловщине привел к местам, где была первая Прохоровка, по сути дела, где танкисты Катукова остановили отборные части Гудериана, я сказал, вот здесь, между деревнями Первый, Второй и Третий войн, было сражение, где 600 танков в рукопашную сходились. Ни одного слова об этих геройских подвигах. Иван Любушкин через 10 дней получил, героя 8 танков один подбил. Ни одного слова и об этих выдающихся людях. Уже вы не прочитаете в школе, ни как закалялась сталь, ни молодая гвардия без конца показывает эту публику, которая ворует и разворовывает страну и не в состоянии писать уже по-русски нормальным образом. На мой взгляд, сегодня наступил момент истины, который требует очень ответственных и важных решений. Тут все время вводится с поправками, вместо того, чтобы принять решения, которые народ поддержит. Тогда он и пойдет на голосование. Я еще раз настаиваю на переверченном рассмотрении наших 15 поправок и 12 законов, которые к ним приложены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова